но здесь бы хотелось услышать мнение защитных организаций и научного сообщества в данном подходе. Спасибо. Спасибо, Андрей Витальевич. Чтобы более часто напомнить текст ваконопроекта, я следующее что предоставлю начальнику Центра института парламентариста Бритену Оскару Ерсенитовичу, для того, чтобы он основные положения нам напомил законопроект. Пожалуйста. Здравствуйте, участники совещания сегодня. Хочу остановиться на основных моментах, которые затрагивают данный законопроект, посматриваясь нами сегодня. Это закрепление функции по ответственному обращению с животными за уполномоченным органом в сфере ветеринарии, меры по защите животных от жестокого обращения, централизации единой электронной базы учета животных, и наделению по Уполномочного органа компетенции по ошибке цифровой трансформации государственного управления в области оркественного обращения животными, меры экстренного реагирования с привычением службы от плова на случай агрессии в родящих и безнадзорных животных, скопление их в стаи, уточнение общих требований по содержанию животных, уточнение порядка уменьшения в родящих и безнадзорных животных, уточнение порядка регулирования численности родящих животных. Сравнительная таблица по предлагаемым изменениям и дополнениям с обоснованиями у вас и у всех имеется. Остановлюсь на основных моментах. Первое. Ответственное обращение к животным при отлове и их содержание включает в себя отлов без ущерба здоровья животных, учет, диагностику, определение состояния здоровья, оказание ветеринарной помощи, стерилизацию, вакцинацию, лечение, профилактику болезней, проведение эвтаназии, уход за животным и иные ветеринарные процедуры и мероприятия. Качественная реализация перечисленных мероприятий требует профессионального подхода, а именно участия специалистов в области ветеринарии. В этой связи законопроект предусматривает закрепление функций по ответственному обращению в воду за управочным органом в сфере ветеринарии. Такой подход продиктован объективной необходимостью, поскольку Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов не имеет территориальных подразделений в городах и районах областей. Территориальных органов нет ни в городах республиканского планирования. Таким образом, Астана, Алматы и Шимкен практически отсутствуют вне зоны контроля. Более того, основная обязанность инспектора Комитета связана с обширением охраны животного мира вне территории на северных пунктах. При этом оставление закрепленных особо охраняемых природных территорий может негативно отразиться на защите леса, диких животных и может способствовать повозку браконечства. Второе. Защита животных от жестокого обращения. Данная мера включает в себя возможность отказа от владения животным по объективным причинам, связанным с состоянием здоровья животного, базовыми изменениями и с возможностью передачи животного в пункт временного содержания животных. Третье. Закрепление зоополомочных органов компетенций по обеспечению функционирования единой электронной базы учета животных под цифровой трансформацией в госуправлении в область ответственного обращения животных. Здесь основная идея заключается в систематизация цифрового управления, включающая постоянное совершенствование цифрового учета животных. Как известно, цифровая технология не стоит на месте и постоянно развивается. Новые технологии, как правило, призваны облегченным. Так и здесь мы надеемся, что в будущем технологии позволят в том числе удешевить процесс регистрации и чекирования животных. К тому же единый сайт, удобен для его интеграции с государственной цифровой платформы ЕГОФ, правительства для граждан. Каждый гражданин в своем личном кабинете ЕГОФ сможет видеть на виду с данными по составу семьи и учетов, также животных, которыми владеют. Это позволит также облегчить и быстрее находить уполномоченным органам хозяев, потерянных животных и так далее. Также единый сайт позволит быстрее обустраивать животных по адопции, например, жителю западного Касана, который находится в приюте в Восточном Касане и так далее. Четвертое. Деление местных органов компетенций по обеспечению экстремного реагирования на случай нападения бродячих и безнадзорных животных на людей в домашних скопках скоплений и в стае. На сегодня статистика показывает ежегодное увеличение случаев нападения бродячих и безнадзорных собак на людей и в случае нападения на домашних скопках. Для недопущения таких случаев не нужно данное решение. Как вы знаете, глава государства по этому поводу по данным ограждения отметил, что допускать агрессии со старых животных, введем, особенно на отношении детей, нельзя. И было поручено принять соответствующие мероприятия. Пятое. По умеждению животных устанавливаются четкие границы. Границы. Эфтаназии подвергаются только бродячих животных, которые больны или проявляют мотивированную агрессию. При этом они не были в течение 15 суток обустроены, не востребованы зоозащитными организациями и милициями. И беднозерные животные, которые почти 60 суток, не были востребованы младельцам, больны, проявляют немотивированную агрессию, не обустроены, не были востребованы зоозащитными организациями, а также не милициями. Здесь надо отмечать, что в большинстве европейских стран существует система безвозвратного отхода, каких-то Канада, США, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Малайзия и Германия. Пятое. Регулированные численности бродячих животных и стерилизации, эфтаназии, обустройство дворка, проведение образования, мероприятия и разделить рабочих населения. Данными мероприятиями проводятся официальных охранных здоровья и безопасности всех. Спасибо. Мы услышали основные поражения старой виталий, что нам рассказал. Я надеюсь, все участники, как и есть, это законопроект. Это вариант, который будет обсуждаться в нашей жизни. И я хочу сказать, что это вариант для того, чтобы мы могли сегодня услышать и другие предложения. Мы, как видите, все-таки направление правового регулирования это все-таки больше администрирование, больше по компетенции государственным органам и вот такие механизмы, как безвозвратный отклон. То есть попытка регулировать вопрос таким образом. Поэтому, возможно, позже, Олег, не готовьтесь. Если есть какие-то другие предложения, Наталья Булангемаев, послушайте, у нас подошел старший инспектор пасового поручения комитета административных полицей МВД Мухаммадеев, Целебай, Кайратович, пожалуйста, пять минут. Уважаемые участники в совещании. Сфера ответственного обращения к животным является одной из наиболее обсуждаемых и актуальных поселочных. Органом делов компетенции оказывается действие в Министерстве кислородных местных информационных органов для реализации нового закон. В этих целях МВД включена движение рабочая группа налажена вовремя действий по мониторингу и оперативно-реагированию и публикации с ним. Так, год начали все 8 рассудительных последований по жестокому обращению животных. Однажды в СОП направили только 6 дел. Причина отсутствия экспертов полномоченно предоставляет отдельное ветеринарное обучение о наличии речи и причине смерти животного. Проблема не раз обучилась на всех совещаниях Министерства экологии аппарата таким образом нерешение данного способствует уклонению правонарушителей о пересмотрении законного ответственности. Решение данной проблемы является наделением ветеринара Министерства и проколейства компетенцией по проведению осмотра животных и расследованию соответствующего заключения. Еще одним из актуальных вопросов является нарушение правил содержания голого собак. Такие факты создают реальную угрозу жизни и здоровья людей. По оттяжению тому являются факты нападения собак повлекшие как ранее озвучивалось повлекшие увеки подростков в саму одниска возглавля. Также большой способ в данном случае нападения собак большинской породы будет выбраться. По всех этих фактах причина безответственного отношения со стороны владельца животных. В целях выработки мотивированных предложений действующего на дайстве и подзаконных актов обращения животными МВД проведен анализ правоохранительной практики по административному правом влашению по статье 47.2. Норма в данной статье непредусмотрена обстоятельства если домашним животным причем пред здоровью имущества граждан. В этой сезоне министерство предлагается дополнить статью 47.2 новым составом присматривающим более здоровую ответственность за нарушение законодательства обращения животных. Если действия повлекли причинение к ущерку здоровья или мужества тысяч лиц вплоть для применения общественных работ. Внедрение данной домы обязует владельцы более ответственно относиться к поддержанию своих питомцев тем самым неведелем случае нападения домашних животных на граждан а также снижен негативную реакцию со стороны потерпевших действий обществу. Особой слухостей населения вызывает увеличивающееся количество водящих животных имеющих инфакты нападения на граждан в том числе с митильным исходом. К примеру, неоднократный факт напарения собак детей в области гибели одного ребенка и вещи еще одном улице. Здесь же имеются другие проблемы с остальным должностям. Поступают жалобы на негуманное отношение сотрудников с от данный факт говорит о том что проводимые службы использованы от нового непрозрачная работа непрозрачная и зачастую соответствуют требованиям рекомендущих закон. На основном изложенном предлагается активизировать информационную работу и увеличить контроль за деятельностью судьботного активизировать работу по отвыкчивой ленингрессивулятор для драчеки воды. В свою очередь Министерство в пределах коллективенции готово проводить органы содействия и инициативы 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 по помощьям в области не забывайте спасибо Алексей Анатольевич и вам тоже предложение НГБ как следствие усилить ответственность есть и вам усиление ответственности да вот есть и предложение в России я посмотрел что там бойцовские породы особого решения если они недороточительные порядки если наиболее агрессивные собаки их берут как-то на учет и возможно свободного там выгула и прочее вы пытаетесь выгулиру давайте перейдем к следующему выступающему у нас в следующем выступающем подписался Лахов Константин Николаевич заведующий лабораторией биоцинологии отоведия РГП и судозавод пожалуйста 5 минут ваши Константин Николаевич Сталин да добрый день всем меня слышно да да слышно пожалуйста то есть у меня прежде всего вопросы права применения именно уже возникшего закона принятого закона и соответственно то что нас ждет первая проблема которую я бы хотел обозначить это непосредственно разница между мегаполисами которых у нас сейчас три и остальным Казахстаном то есть закон должен учитывать и подзаконные нормативные акты что в регионах и зарплаты другие и возможности у людей другие и пунктов передержки временной передержки собак нет и как правило нет служб отлова и к сожалению в некоторых населенных пунктах ветеринары просто регулируют численность животных забрасывая по территории даже и во дворы а траву собаки погибают и за это никто не несет никакой ответственности теперь с чем мы еще столкнулись идентификация то есть вот у нас предлагается вариант чипирования ну болюсы естественно мы отметаем это не для собак и не для кошек а второй вариант клеймения почему-то перестал рассматриваться но чтобы проводить эффективно чипирование необходимы еще и сканеры которые смогут считывать эти самые чипы а мы уже столкнулись с тем что собака имеет чип только чип а не на породе стоит собак вот одна из таких сидит у меня в вольере уже год то есть это ротвейлер очень породный но у него чип на серую дворняшку и адрес к нему не прилагается владельцев то есть вернуть или как-то переговорить невозможно значит должна быть предусмотрена ответственность тех кто занимается идентификацией а для регионов лучше всего я думаю клеймение оно будет и дешевле и проще и можно легко считать а теперь так стоимость чипирования о которой мы говорим для регионов очень высока я сам живу в поселке и люди когда слышат о таких деньгах они просто готовы выкинуть животных на улицу а теперь такой момент главная наша задача это не то что остановить размножение бродячих животных а вообще-то воспрепятствовать их увеличению численности то есть люди их продолжают выкидывать где-то идет снос новое строительство дворняжек оставляют на месте где жили то есть нужна информация для людей куда можно сдать таких собак я предлагаю еще внести дополнение в понятийные разделы соответственно к нему статью о создании возможности существования реабилитационных центров для диких животных то есть сейчас у нас уже есть такие центры которые занимаются лечением и возвращением в природу если это возможно диких животных или они оставляют их себе если таковых выпустить нельзя поэтому вот то что уже мы столкнулись это очень важно важно понимание и еще один момент бои собак то есть к сожалению несмотря на то что в законе это продекларировано сейчас идет интенсивная реклама в открытую социальных сетях о том что осенью предстоят бои различных рангов и какое наказание то есть необходимо как можно быстрее разрабатывать нормативные соответствующие акты подзаконы которые бы предусматривали ответственность владельцев собак и сопутствующих лиц за те или иные виды нарушений и также вот тот момент о котором говорили нападение собак на людей вплоть до смертельных случаев да статья 15 предусматривает уничтожение я считаю эту статью надо необходимо ужесточить и параллельно ответственность владельцев таких собак за их содержание за их разведение ну и оставление без надзора то есть у нас есть список опасных бород он достаточен но к этому списку опять-таки люди таких собак держат привозят значит необходимо что-то вроде лицензировать все я закончил спасибо спасибо сказал Николаевич вы поняли действительно актуальные темы да тот закон который принят и который сейчас внедряет об ответственном обращении животными он обсуждается в средствах массовой информации обсуждается цельное зачипирование ответственность там есть проблемы и скорее всего те проблемы которые существуют особенно бродячими в первую очередь собаками и кошками этот закон наверное не решит поэтому сейчас возник проблема дополнительного правового регулирования и вот этот закон который разработан по инициативе депутатов он как раз направлен на эти цели я вот с удивлением конечно слышу что Ротвеллер там иммигрант с поддельными документами на дворняшку уже такие вещи происходят но есть конечно проблема то что мы подняли регионы вот сейчас как раз наш сотрудник озвучил о том что уполномоченный орган является комитет лесного хозяйства животного мира потому что мы в целом говорим о животном мире а у этого комитета нету представительства в крупнейших городах а у нас Алмата Астана возможно вот Ак-Тюбеч где проблемы с этими бродячими собаками животными эта проблема существует она существует и контроль тех средств которые выделяются на стерилизацию вакцинацию собак и наверное здесь новые механизмы должны быть возможно местное самоуправление здесь должно также активно участвовать но мы вот сейчас выслушили предложение которое касалось больше горстого органа то проблему которая здесь существует конечно хотелось бы послушать и ту другую сторону которая непосредственно ежедневно работает животными и знает ситуацию которая происходит следующее слово я хочу предоставить Владимиру Владимировичу эксперт известному кинологу пожалуйста Владимир Владимирович больше 5 минут Владимир Владимирович вы с нами Владимир Владимирович пока подключается да если он не выйдет на связь то я пока предоставлю слово Хамчуковой Анне Михайловну эксперт кинолог пожалуйста Анна Михайловна вы с нами Добрый день Добрый день коллеги прошу прощения я все-таки не эксперт кинолог я все-таки эксперт ветеринарный специалист ветеринарный врач являюсь представителем института зоологии да спасибо за то что запустили презентацию я хотела бы поднять скорее напомнить что все-таки бродячие животные являются несут определенные ветеринарные риски связанные с определенными болезнями и мой доклад как раз-таки на эту тему прошу помочь мне немножко с презентацией я хотела бы напомнить что охрана здоровья населения от болезней общих для животных и человека и обеспечения ветеринарной санитарной безопасности согласно закону Республики Казахстан ветеринарии является одним из основных задач в области ветеринарии проблема бродячих и безнадзорных животных существует во всем мире не один десяток лет такие животные к сожалению ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку в населенных пунктах особенно в городах и бесконтрольное их увеличение прежде всего собак приводит к нападениям на людей о чем говорилось ранее порой на тяжелом травмам печием а даже к сожалению к смерти кроме того бродячие безнадзорные в их числе особо опасные такие как бешенство столбняк лептоспироз листериоз пастерилез ахинококосток сакороз и многие другие человек может заразиться после поглаживания игр с животными при уборке за ним во время купания и других гигиенических процедур а также при укусах царапин эпидемии бешенства вызванные именно бродячими собаками в различных странах мира стали сейчас глобальной проблемой по сведениям Всемирной организации здравоохранения бродячие собаки служат источником передачи бешенства в 99% в случае заражения бешенство характеризуется абсолютной летальностью от него умирает в 100% случаях ежегодно в мире от этой болезни умирает свыше 55 тысяч человек в основном детей самый высокий уровень смертности от бешенства передано именно бродячими собаками в Индии где ежегодно от этой болезни умирает более 21 тысяч человек к сожалению эпизотическая ситуация по бешенству в Республике Казахстан остается напряженной и имеет тенденцию к ее усложнению согласно информации Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в Казахстане на данный момент зарегистрированы 989 очагов бешенства и природные очаги бешенства характеризуются выраженной стойкостью активностью и тенденцией к расширению на новые территории несмотря на проводимые мероприятия ограничить распространение арабической болезни и полностью ликвидировать ее до сих пор не удается ежегодно на территории Республики Казахстан регистрируется от 6 до 11 случаев бешенства среди людей также лептоспироз регистрируется практически во всех областях Казахстана большинство случаев листериоза регистрируется ежегодно в городе Алматы также очень часто бродячие собаки подвержены заболеваниям кожи таким как микроспория тот же стригучий лиша и демодекоз опасные для людей кроме этого бродячие животные заражены различными видами гельминтозов и другими инвазионными заболеваниями Казахстан входит число стран неблагополучных по эхинококозу по общим оценкам эхинококозом и токсокорозом заражены от 40 до 100% бродячих собак в городах Казахстана наиболее тяжелая ситуация с эхинококозом складывается в южных регионах страны где им заражены практически все собаки вследствие загрязнения грунтов и вод экстрементами животных повсеместно отмечается повышенная загрязненность почвы яйцами гельминта в частности песка и почв в детских игровых площадках что представляет особую опасность как источник заражения людей и детей в частности на сегодня в структуре заболеваемости население Казахстана эхинококоз занимает ведущее место до 71% случаев регистрируется в южных регионах вызывает озабоченность высокий удельный вес детского населения в структуре заболеваемости а это до 24% ежегодно вакцинация и дегерметизация бродячих собак как средство защиты населения от заражения за антропонозами заболевания к сожалению является не особо эффективной мерой по ряду причин так как графики вакцинации или вакцинации животных утверждаются ветеринарными службами в зависимости от многих факторов ключевым из которых является неблагополучие того или иного региона по заболеваниям так как международная ветеринарная ассоциация всемирная организация здравоохранения а также большинством производителей вакцин для животных неблагополучных по бешенству регионов мира в число которые ходят и казахстан рекомендовано проведение вакцинации всех животных с двухмесячного возраста и последующей ежегодной ревакцинации на протяжении всей жизни а вот дегельмитизация животных впервые проводится с начала в возрасте трех недель затем каждые две недели процедуру повторяют до вакцинации а после ее окончания собакам делают дегельмитизацию каждые три месяца на протяжении всей жизни то есть даже если вакцинировать и проводить дегельмитизацию всех поступающих подлов собак это не гарантирует стойкий иммунитет против бешенства и других инфекционных заболеваний а также отсутствие животных паразитарных заболеваний после выпуска в природную среду так как уже через год потребуется ревакцинация от бешенства и других инфекций а проведение дегельмитизации потребуется каждые три месяца что является практически невыполнимой задачей в условиях природной среды или крупных городов к сожалению сводит все усилия по ликвидации за антропонозных заболеваний на нет благодарю у нас доклад средственного совета министерства экологии и геологии природных ресурсов значит быстро по предложениям законопроект в общем и целом мы их поддерживаем особенно передача значит компетенции в МЦХ потому что комитет лесного хозяйства животного мира не для этих целей создавался по поводу госпортала создания тоже полностью поддерживаем потому что сегодня там база автотендер другая фирма выиграет и так мы никакой цельной информации не получим значит небольшой комментарий в отношении спикеров которые говорили о том что бешенство это не страшно там о том что таксоплазмоз это очень легко на самом деле есть очень простое понятие я кстати сам по образованию зоолог в свое время с отличием окончил наш университет и как раз занимался паразитами вот я скажу так что есть такое слово замечательное превенция да то есть именно благодаря превенции нет вот этой вспышки эпизооти поэтому мы должны об этом не забывать и всячески бороться ну чтобы не было этого в отношении правил учета домашних животных на самом деле не начинают и вступают действия 1 сентября поэтому мы должны их сейчас же обсудить есть очень серьезный большой вопрос о котором никто не говорил дело в том что эти правила учета домашних животных ухудшают положение граждан так как возлагают на них материальные затраты по идентификации по услугам постановки на учет и так далее кроме того возникает целый ряд ну не существующих не существующих до этого обязанностей у владельцев домашних животных так в соответствии со статьей 43 о нормативно-правовых актах законы возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение обратной силы не имеют то же самое продекларировано статьей 77 конституции в которой черным по белому написано о том что закон устанавливающий или усиливающий ответственности на граждан и ухудшающий их положение обратной силы не имеют поэтому необходимо во что бы то ни стало полномочным органом сейчас получается это значит министерство экологии дать разъяснение по этому поводу что данные правила если и будут применяться то только к тем животным которые будут только ставиться на учет возиться в Казахстан или на вновь рожденных ну и вот коллеги тут сказали по избыточным требованиям которые прописаны значит в этой ТАНБЕ так называемой да то есть мы тоже полностью поддерживаем и соответствующее письмо министерство написали о том что такие вещи как убытие прибытие передислокация там все ветеринарные процедуры вмешления смерти явления свидетельства смерти все это нужно убирать из этого регистрационного портала потому что он создавался с одной лишь целью связать владельца животного и питомца да то есть чтобы они между собой были связаны все остальное все необходимые данные которые там просят вносить это все дополнительные абсолютно никому не нужные ответственность вот поэтому этот закон и эти правила не соответствуют базовому условию законодательства то есть его исполнимости потому что никто в деревне не будет заполнять все эти перемещения спасибо время у вас спасибо мы ждем тоже от вас предложение конечно правила вы все критикуете но они действующие правила их надо вносить ищать министерство в действующие экологии которые уполномочены следующее предоставляется 3 минуты Андрей Паярков пожалуйста Андрей а можно будет за Наталью сказать она здесь находится мы рядом меня зовут Жанна Наталья какая вы давали слово ранее ну сейчас Андрея послушаем потом дадим Наталью Горникову Андрей пожалуйста здравствуйте уважаемые коллеги спасибо большое за предоставленную возможность я представляю российский академический институт проблем экологии эволюции животных вот я очень кратко скажу значит во первых по ситуации в России основ я очень почти полностью поддерживаю все что сказал Власенко Александр Николаевич это очень глубокий и правильный абсолютно на мой взгляд анализ но подчеркну еще раз ОСВ как единая и главная стратегия в России провалился вот второе на что я хотел бы обратить внимание поскольку я не представляю реальной ситуации в Казахстане я буду говорить о более общих вещах и а не о конкретных законодательных инициативах что мне кажется принципиально важным многие подчеркивали я бы просил вас зафиксировать это очень важен региональный дифференцированный подход об этом тоже говорил Александр Николаевич об этом говорил Плахов Александр Николаевич очень важно чтобы в разных регионах могли использоваться разные стратегии закон должен быть гибким только тогда он будет хорошо исполняться и вот мне кажется этот момент очень важен вот более того собаки действительно очень неоднородны есть одичавшие есть бродячие есть бездомные более того они очень сильно отличаются по степени социализации поэтому мне кажется то для начала принципиально важно исходить из понятия конфликтности животного какую опасность оно представляет для общества или для других животных в том числе домашних то есть вот конфликтность это очень важно и последнее на чем я хотел бы обратить ваше внимание то мне кажется очень важным и пока упущено в этой инициативе это понятие мониторинга популяции понимаете для того чтобы регулировать и работать с каким-то явлением мы должны представлять его объем объем то есть сколько нужно грубо говоря даже вы не представляете сколько чипов вам нужно потому что у вас нет подсчета актуального скажем бездомных животных а что как это это